Диснейленд Всем привет, друзья! Это рейтинг самых ярких и самых запоминающихся мест города Токио. Часть номер 2. Пятый номер. Диснейленд. Диснейленд есть Диснейленд. Мечта попасть в парк Диснея, как мне кажется, возникает сразу же после того, как человек узнает о существовании этого волшебного места. В мире такого рода парков не так много. Всего 5. Среди прочих Калифорнийский, Парижский, Гонконгский, Орландо-Флорида и собственно наш герой Токийский. Кто, если не японцы, наряду с французами, китайцами и американцами смогли возглавить список, принявших смелые и дорогие фантазии у Уолта Диснея? Удивительным фактом для меня стала японская одержимость и фанатичность. Увлеченность мультипликационными героями Диснея не уступает исконно японским мультфильмам в стиле аниме. Дети с таким трепетом ждали появления Плуто на главной аллее, что поначалу я и не понял, зачем сотни, а быть может и тысячи подростков сидят на полу час за часом. В Токио 37 миллионов человек и такое ощущение, что все 37 миллионов пришли на этот аттракцион. Сам парк считается главной развлекательной зоной не только Токио, но он обслуживает всю Японию. Концентрация людей просто немыслимая, гигантские и бесконечные очереди, высокие цены на товары, но все это забывается после проведенного целого дня в парке. Цены оказываются не такими уж и шокирующими. Всего 74 доллара за вход, но при этом катание на всех 47 аттракционах включено в стоимость, только есть маленькая сноска. Включено все, но реально успеть не больше 5 аттракционов сзади. Питание дороже всего на 20 или 30 процентов по сравнению с городом. Но еще вдобавок вы получаете масштабные выступления, шоу, многочисленных аниматоров, одетых в героев Диснея и самая запоминающаяся, праздничную, неповторимую диснеевскую атмосферу. Парк разделен на несколько тематических зон, чтобы охватить всю гамму произведений. Ух ты, йоу! Все-таки не зря я ждал эти 4-5 часов. О, жахрип, орал, ё-моё. Ну классная штука. Я считаю, что продукция Дисней подтверждает свое качество. Даже такой элементарный, казалось бы, аттракцион просто с горочки в воду спуститься уже интересно. Я представляю, что там если американские горки какие-нибудь навороченные, сделанные с такой вот проработкой, с таким креативом, мне кажется, это очень классно. Помимо части с аттракционами, парк представляет из себя огромную торговую зону, но качественно завуалированную подсказочный городок. Ну, о коммерческой составляющей говорить не хочется. Парк сделан на 5 с плюсом. Четвертый номер. Харадзюку. Как жаль, что район Харадзюку не на первом месте, так как перед вылетом в Японию я думал, что именно он станет лидером из лидеров. И сразу небольшое отступление. Многое из того, что я читал и к чему готовился на деле, казалось совсем другим. Многое ненужным или вообще несуществующим. Быстрый пример. Мое разочарование отсутствием турнира по борьбе с умо. В период моей поездки он был, по-моему, в Киото. Я так огорчился, что не смогу туда попасть, но спустя буквально час после посадки в Токио я забыл не то, что про сумо, а и про суши, кейш и всех вместе взятых. Ведь перед тобой открывается целый новый мир. Итак, перед поездкой я часто встречал информацию о сумасшествии, происходящем на Харадзюку. Что якобы это сборище фриков, экстремальной молодежи, каких-то фокусников, необычных костюмов, масок и всего остального. И вот, настроившись на этот безумный лад, я одел свою стандартную куртку черного цвета и думал, что буду, как у нас говорится, белой вороной среди бешеной разукрашенной толпы. Но на деле этого безумия не было. Главная артерия района Харадзюку – это улица Токешта-стрит. Люди, как муравьи, просачиваются и на этом все. Это самая популярная улица Харадзюку. Токешта-стрит называется она. Почему-то написано Токешита, но местные называют ее Токешта. Я, правда, не со всеми говорил местными на эту тему, но название Токешта откуда-то у меня есть. Парочка магазинов с необычной одеждой, как мне показалось, не считается. Мультибрендовым бутиком для экстремальных подростков может считаться и любой другой магазин в городе. Ассортименты, схожие на этот, конечно, есть далеко не везде. С этим я согласен. Но так пускай бывают тапки плуту здешние тинейджеры и разгуливают в них по улице. Почему нет? Почему вся одежда только на прилавках? Причем мои сведения о нехарадзюковости района Харадзюку весьма обоснованы. Ведь я был здесь три раза в разное время суток и посещал его вечером в воскресенье, когда якобы должно быть много нестандартной молодежи. Из приятного это знакомство с соседью магазинов Дайсон, где практически все по одному доллару. Причем все не только какие-то маленькие пачки, но еще и здоровые коробки. Конфеты разные, всякие премудрости, японские, я даже не знаю. Вот здесь есть какие-то чипсы-не-чипсы, палочки какие-то колбасные. То есть все, что угодно. Практически все товары по одному доллару. Есть там большие какие-то коробки, они могут стоить немножко дороже, но в принципе основная часть товаров все по одному доллару. Вот, например, какая-то козявка. Поэтому Дайсо это настоящий рай для бюджетников. Причем в магазине Дайсо есть не только еда, есть еще различные сувениры, побрякушки, всякие сумки, кепки, футболки. Ну в общем, все-все-все-все, только все в 10 раз дешевле, чем в обычных местах Токио. Третий номер. Осакуса. Мне посчастливилось попасть на Осакусу вечером. Как по мне, именно с подсветкой храма смотрится куда более интригующе, нежели днем под лучами солнца. К храму от ворот Каминари-Мон ведет старинная торговая улица на Камисе-Доре. Еще в начале 18 века окрестным жителям было даровано разрешение торговать на подступах к храму. В многочисленных магазинчиках продаются сувениры и традиционные сладости и по сей день. Но в Токио рано сворачиваются представители торговой профессии. Ну что, она мне такой и представлялась, торговая улица в регионе Осакуса. Поэтому смотрим. Единственное, что почему-то все закрыто. Магазины не работают. Там дальше вроде бы что-то есть, но как-то жиденько. Я думал, будет больше здесь людей. Поэтому что-либо купить для себя интересно может и не получиться, если будете здесь после 8 часов вечера. Сегодня торговая улица – это сочетание современности и древности. С одной стороны, неоновые подсветки, камеры, железные павильоны говорят нам, что на дворе год 2000 с плюсом. Но есть и другие лавки, которые расположились на первых этажах старинных двухэтажных деревянных зданий. Перед нами ворота Каминари. Массивные формы подчеркивают значимость входа. Поговаривают, что Сэн Со Цзи – самый известный храм города. Но на 100% быть уверенным в этой информации нельзя, так как следующий наш гость, гость нашего хит-парада, тоже претендует на это звание. Номер 2. Храм Мэйдзи Храм Мэйдзи и парк с необычным названием Йо-Йоги. Можно подумать, что в Токио остальные названия обычные. А именно Йо-Йоги навело на мысль о диковинности японского языка. Просто большая часть названий Синдзюку, Сузуки, содержит много букв И, У и, конечно же, З. Прогулки по парку – это телепортация из шумного мегаполиса в целительный лес. Только по приезду из Японии, из Токио, домой я осознал весь масштаб происходившего. Оказывается, в саду представлены все разновидности деревьев и кустарников, которые произрастают в Японии. Более 100 тысяч кустарников и деревьев были пожертвованы людьми со всей Японии. И воздух там действительно необыкновенный. А мне в тот момент, между прочим, так и казалось. Я не знаю, из чего сделаны леса, точнее парки в Токио, но я могу сказать, что этот воздух просто целебный, волшебный и целительный. Значит, я набрался сил, я походил в лесу буквально часик. Такое ощущение, что я поспал, наверное, часов пять. Вот, может просто потому, что я все время в городе, в городе, потом еще залажив свою капсулу, там вообще нет воздуха. Вот, поэтому, когда заходишь в такой парк, немножечко подышал, и все, можно продолжать. Я даже сегодня спать не пойду. Много ли храмов на нашей планете, вы знаете. Храм Мэйджи является одним из самых значимых храмов в Японии. Данное святилище учреждено 1 ноября 1920 года в честь императора и императрицы Мэйджи. Здание считается примером уникальной японской храмовой архитектуры. Данный стиль строительства с применением вечно зеленого дерева кипарис называют на горе дзукири. Честно говоря, чтобы осознать это, обычному туристу нужно прочитать специальную литературу. Так, со стороны, можно сказать, да, это просто красивый храм в азиатском стиле. Из активности в парке можно встретить обряд с отправкой своих желаний в конверте. Люди пишут о разном. Я же написал о своем. Я совершил древний секретный ритуал. Что я написал в данном письме, я вам не скажу, потому что нельзя. Потому что, когда я спросил у японца, что нужно делать, он мне сказал, нужно написать свою мечту на этом листе бумаги, затем нужно закрыть глаза, подойти и положить конверт. Поэтому я так и сделал. Вот, так что основную процедуру в храме я выполнил. Идем дальше смотреть. Итак, номер первый. Кладбище Янока. Да. Что можно подумать об авторе, который поставил кладбище на первое место, пренебрегая Диснейлендом и храмами? Надеюсь, что ничего плохого. Объясню, пожалуй, свой выбор. Кладбище Янока это на 100% уникальное место, которое не встретишь нигде в мире, ведь Диснейлендов, условно говоря, пруд-пруди. Улиц, которые требуют звания сумасшедших, тоже очень много в духе Харадзюк. Храм в Асакусе или храм Мэйдзи очень красивый, но они стандартные, азиатские все же. В Китае, например, храмы ничем не хуже. А вот такое старое, настоящее, японское кладбище одно. И оно в Токио. Не знаю, насколько это правильно, но долг ведущего тревел-шоу меня обязывает так поступить. Я просто пройду, посмотрим на местную архитектуру. С точки зрения архитектуры, исключительно это такая познавательная вещь, это не какая-то там, не миссия расхищения гробниц, нет. Некрополь можно назвать живописным. Из судорожной и леденящей кровь информации могу сказать, что я наткнулся на следующие сведения. В Японии процветает гравирование могил именами живых родственников, что имеется в виду. Например, умирает один из супругов, а имя второго также наносится на камень, чтобы удешевить стоимость гравировки. Живых выделяют красным цветом, а затем после захоронения меняют цвет краски. В общем, смысл понятен. Демонтировать дорогостоящий и прочно установленный камень никто не собирается, при том, что это очень дорого. Такой весьма странный подход вызван только дороговизной процедуры захоронения, ведь цена от 30 до 100 тысяч американских долларов. Еще при том, что дополнительно с родственников погибших взимается ежегодная плата. Это что-то в духе аренды. Такая стоимость не случайна. Несмотря на то, что за пределами Токио можно встретить огромные незаселенные площади, но в самом городе места просто нет. Высокая стоимость доводит местные жители до немыслимых поступков. Они делают ежемесячные взносы в ритуальные конторы, чтобы после смерти их погребение было оплачено и гарантировано именно в Токио. Это что-то в духе сберегательной книжки или внесение денег на депозитный счет без процентов. Просто ходишь всю жизнь в ритуальное агентство и получаешь чеки, складывая их. Причем складывать нужно так, чтобы после ухода родственники смогли отыскать керешки и отправиться с ними в агентство. Нормальные у них здесь памятники. Единственный момент, конечно, когда дует ветер и вот эти вот палки друг об друга стучат, ну так немного мурахи по телу бегают. Не то чтобы мурахи, а как-то, я знаю, если там сейчас что-то напридумать про духов японских, то можно немножко обделаться. А так, в принципе, ничего сверхъестественного. На этом и заканчивается вторая часть самых крутых мест в Токио. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи. А, кстати, надеюсь, что первый номер вас не разочаровал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok